Все мои провода достали, все мои зарядки достали и вообще спросили, чего так хотели у меня зубную пасту забрать. Я говорю, как же, 100 миллилитров? Они такие, да, окей. Я взял всю кровать и перенес ее вот сюда, положил на пол. Сидишь такой, сидишь, и тебе говорят, рейс отменен, и ты такой, ну и что? Всем огромное привет, друзья, у меня зовут Фила, это заметки диджея. Я прямо сейчас нахожусь в Санкт-Петербурге, но уже через часов 10 я буду в Пекине, а потом еще и еще, потому что у меня начинается трехдневный, точнее, тур по трем городам, а всего я буду в Китае находиться шесть дней. Это заметки диджея, соответственно, я вам расскажу, как я буду перемещаться, что буду есть, что буду пить и какие люди будут присутствовать на танцполе. В Китае обычно круто, так что я очень жду встречи. Ну вот я и в Пекине, 7 часов полета, и я в этом замечательном городе. Уже, кстати, я тут выступал, но сегодня я тут пролетом. Четыре часа буду сидеть сейчас в аэропорту, затем лечу дальше. Блин, эти Хайнани, Airlines, вообще это все в Китае печаль такая. Тебе не дают возможность пользоваться телефоном во время полета. Не как у нас, например, на абсолютно, на посадке выключится телефон. Сейчас, причем, упростили правила, и теперь можно пользоваться просто как бы авиарежимом. Раньше нельзя было. А эти товарищи вообще не разрешают пользоваться в принципе, поэтому я сижу, смотрю кино, там мне говорят, вас выключите. Я так тихо выключаю, а потом опять тихо включаю, но стюартов много, и поэтому они все на меня набрасываются, и в итоге мне приходится выключать. Это отстой. Ребята, Китай, дайте пользоваться, пожалуйста. Вот, блин, эти китайцы уже 3 часа тусуюсь здесь в аэропорту. Суть в том, что... Где тут входят? Суть в том, что они не могут меня пропустить, потому что у меня вылет только через 4 часа, и поэтому мне говорят, и даже меня пропустить в зону, в лаунж какой-нибудь, еще куда-нибудь, не могут. Вот, типа, через за 2 часа до вылетов приходите, мы тогда с вами что-нибудь делаем, а пока гуляйте. На 4 часа назад здесь народа до никого не было, а вон теперь куча людей. Вот в Китае, конечно, досмотр очень-очень жесткий. То есть, я бы так сказал, Китай самое первое место. Потом Пулково, Пулково тоже очень хорошо досматривают. Вот, например, в Москве, Домодедово, там, во Внукове. Ну, так себе досматривают. А вот здесь просто все перерыли, все мои провода достали, все мои зарядки достали, и вообще спросили, чего-то как хотели у меня зубную пасту забрать. Я говорю, как же, 100 миллилитров не пить? Да, окей. А так, казали, типа, убирай свою зубную пасту. В общем, досматривают тут хорошо. И еще одна грусть-печаль меня постигла, и я прямо очень крущу, потому что сейчас я лечу авиакомпанией, которой я являюсь золотым клиентом, да, у меня золотая карточка. Но при этом, так как я до этого летел в другой компании, то вот эти ребята мне и могут посвать к себе в Skylar. Вот в Китае тоже живут не очень порядочные люди, которые бьют стекла. Я прилетел и стал встретиться с водителем. Обычно в этом проблем никак нет, но мало ли сегодня может быть какой-то исключение. И все, и надо ехать. У меня в расписании написано, 150 минут ехать от аэропорта до гостиницы. Ну, и там чего-то. Посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok в нашей гостинице. Так, ну вот он и номер у нас. Большой, красивый номер. Куда же без супчиков? Супчики наши все. Жарко вообще безумно. Я надеюсь, что кондиционеры сейчас справятся. Вот я такой красавчик. Что вам еще показать? Номер как номер, вид из окна. Шикарный. Очень красивая живописная крыша. Здесь наверняка проходят вечеринки, кстати. Сказать, клуб сам находится практически в этом же здании, только с другого конца. То есть, минута ходьбы, и вот уже мы на выступлении. Это даже больше говорит не клуб, а называется бар. Ну, видимо, все-таки бар больше клуб. Промотор сказал, что люди здесь хорошие, музыку понимают. Вообще, город небольшой, ну, по меркам Китая, небольшой. Здесь живет 5,5 миллионов. Это как в Санкт-Петербурге, да? Второй по величине город в России. Здесь это просто небольшой город. Шанту, так называется. Я думаю, что время поспать, отдохнуть, набраться сил, и вечером уже заниматься делами, фоткаться, ну, и так далее. Да, вот такая температурка тут. 31 градус сейчас температура у меня. И вот мы поставили 17. Надеюсь, что все произойдет. В этой комнате по-прежнему температура 31 градус. И я взял всю кровать и перенес ее вот сюда, положил на пол. Потому что тут гораздо прохладнее. И тут уже температура 29. И тут нормально работает кондиционер. Там какая-то духотень вообще. Так что сплю сегодня на полу. Ну, короче, это было по-китайски сумасшедшее. Вот эти движения, они создают такую классную атмосферу. Вот именно такой должна быть энергия от людей на танцполе. Шанту, thank you so much. It was really great. Кстати, появилась информация интересная, что у меня отменился рейс завтрашний, представляете? Сидишь там, посидишь, и тебе говорят, рейс отменен. И ты такой, ну и что? И поэтому, слава богу, мой менеджмент Phil York сориентировался очень быстро. И мне приобрели другой билет, и поэтому я полечу в другой город, а потом оттуда на поезде, по-моему, три часа ехать или что-то такое, полечу, поеду в тот город, в который я должен был прилететь изначально. Вот такой у меня план. Кстати, очень забавная вещь. Девушка, которая меня будет сопровождать в этих двух городах, собственно, в следующих, ее зовут Черри, то есть вишенка. Очень приятно. Она вот тут мне в WhatsApp писала, говорит, Филипп, я тебя буду встречать. Приятно, когда вишенка встречает. Ладно, друзья, я пошел спать, я по-прежнему на 28 градусов здесь. 28 градусов. Вот этот замечательный кондиционер работает хрен знает как. Я по-прежнему сплю здесь. Мне уже два раза предложили, давайте поменяем номер и так далее. Я думаю, нахрен надо менять номер, вот это все мероприятие делать, просто вообще спать на полу хреново, хреново я вам могу сказать. Но зато тут в этой комнате 23 градуса. И тут можно нормально полежать. Всем спокойной ночи, бай-бай.